МИД Арцаха Землетрясение в Самосаде – дома, превратившиеся в руины. 15 марта 1921 год. Соумон Терриан застрелил Талат Паша. Франция – программа, посвященная столетию армянского кино. На телеканале Вестерн Армения ТВ стартовали дебаты кандидатов на парламентские выборы Западной Армении, в которых участвовали 4 кандидата из региона Валенсия, армяне Дибаспоры и нынешней Республики Армении, корни которых или они сами уроженцы нашей страны – Западной Армении. Муш, Ван, Харберт, Тигранакерт, Малатия, Себастья, Эзрум, Бетлис и прочие регионы Западной Армении, ныне оккупированные Турцией. Древняя территория Армении принадлежит правительству Западной Армении, представляющему коренное армянское население, что подтверждается важнейшим документом, оправлен на наши земли бессрочным северским договором, подписанным государствами в 1920 году, не имеющий срока давности. Парламентские выборы в Западной Армении завершатся 23 декабря, в которых примут участие более 110 кандидатов. Для того, чтобы стать депутатом, необходимо набрать 80 голосов. Подача заявок уже завершена. 9 марта в 19.00 парламент Западной Армении провел дебаты с действующим президентом, кандидатом в депутаты Арминаком Абрамяном. Среди кандидатов на парламентские выборы четыре человека представили Воланский район. Хосуров Илё Зонер, Симон Мелконян, Ованес Манукян и Григорь Амирзаян. Кандидаты, также гражданин Западной Армении Жорж Эретян, приняли участие в дискуссии, транслируемой по каналу Zoom в штаб-квартире Культурной Ассоциации Армении Бурле Воланса. Дискуссия была открытая с множеством вопросов и пояснений. Топонима Арцаха – крепость Майроберт. Примерно в 14 километров от Сипанакерта находится крепость Аскеран, которая с обеих сторон окружена долиной реки Каркар. Крепость также известна под названием Майроберт. Особенно примечательная прочная оборонительная структура крепости. Крепость укреплена двойными стенами и имеет высокие круглые башни. Аскеранская крепость состоит из двух комплексов – левого, северо-западного и правого, юго-восточного. Стены крепости имеют толщину 2 метра и высоту 9 метров. Башни, служащие сторожевыми башнями, соединяются узкими коридорами. Аскеран как казарма существовал в середине XVIII века, сыграл важную роль в обороне Шуши. Крепость сильно повредилась в период Арцахских войн. Армянская идентичность Дерсим. В мае 1937 года турецкое правительство приняло решение окончательно подавить якобы восстание дерсимцев. На самом деле целью было покорение полунезависимых дерсимских племен Зазы и Оливи-Ареви. Это событие важно для нас еще и тем, что против осуществленного геноцида в 1915-1923 годах в Дерсиме нашли убежище многие армяне. Телекалал Вестер Армения ТВ представляет несколько эпизодов. В начале 1930 года с целью окончательного подчинения дерсимцев турецкие власти решили использовать закон о переселении. Дерсимцев должны были депортировать в западные районы Малой Азии, в районах, откуда выселили курдов, поселить турецких мигрантов из Балкана. Этим шагом правительство стремилось, с одной стороны, заселить восточные районы страны надежными турецким элементом, с другой стороны, предотвратить новые возможные восстания курдов. Эта программа вызвала волнение в Дерсиме или, как его называли кемалисты, Тунджели. Вскоре весь Дерсим оказался в пике восстания. Его возглавлял Сейт Риза, один из глав племен Аливи, пользующийся большим неавторитетом в регионе. В 1936 году по предложению Кемали Ататурка вопрос Дерсима вносится в повестку закрытого заседания. 1 ноября 1936 года во время открытого заседания турецкого парламента Ататурк в своем докладе по Дерсиму заявил, «Самое главное в наших внутренних делах – это проблема Дерсима. Необходимо искоренить этот ужасный абсцесс любой ценой. Для приятия срочных мер по этому вопросу правительство наделено широкими полномочиями». В ответ на предложение администрации президента Баку о проведении встречи представителей Азербайджана и Арцаха сообщаем, что Республика Арцаха привержена своей ранее озвученной позиции о том, что подобные встречи могут проводиться при последничестве миротворцев Российской Федерации в том же месте, что и 1 марта. МИД подчеркнул, что подобные встречи должны проводиться относительно гуманитарных, инфраструктурных и технических вопросов. В то же время сообщаем, что закрытие Берзорского коридора и продолжение гуманитарного кризиса неприемлемы ни в коем образом не способствуют формированию благоприятной атмосферы для переговоров. Мы уверены, что Баку должен должным образом выполнять обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и решение Международного суда ООН, воздерживаясь от применения силы или угрозы ее применения, а также односторонним максималистских подходов. Относительно политических вопросов урегулирования Азербайджанско-Карабахского конфликта Министерство Арцаха напомнило, что Арцах остается приверженным переговорам по всеобъемлющему урегулированию конфликта, которые должны проводиться в рамках международного признанного и утвержденного формата при ограничении равных прав и международных гарантий в выполнении принятых обязательств. Западная Армения также должна участвовать в переговорных процессах в Арцахе, поскольку с 1920 года Арцах признан неотъемлемой частью общего государства Армения. Западная Армения выступает против трехстороннего заявления 9 ноября. Что касается гуманитарного кризиса, напомним, что Западная Армения, будучи апологеттом международного права, неоднократно защищала права не только всей Армении, но и арцахских беженцев, открывая судебные иски против Азербайджана. Западная Армения осуждает действия агрессора Азербайджана, которые ведут в тупик. Село Дынкан в провинции Самосад Западной Армении также пострадало в результате разрушительных землетрясений. Почти все жители деревни были вынуждены эмигрировать. Оставшиеся своими силами рассчитывали и открыли дорогу. Жители штата Самосад полны гнева по отношению к правительству, отмечая, что команды управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на шестой день землетрясения. После спасательной и очистительной работы выполняли местные жители и добровольцы из окрестных провинций. Из-за отсутствия поисково-спасательных групп погибли десятки тысяч людей, которых захоронили на братской могиле. Жители села Дынкан представили ситуацию так. Наши дома разрушены, пошел снег, погибло много людей, здесь жить стало невозможно. Три дня дорога в деревню была непроходимой. Несколько дней трупы лежали под завалами. Сечане требуют скорейшей расчистки территории, ремонта дорог села и возвращения к нормальной жизни. Турецкое правительство, оккупируя территории Западной Армении, не оказывает помощь пострадавшему населению, тем самым усугубляя гуманитарный кризис Западной Армении. Боец армянского национально-освободительного движения Согумон Телерян родился в уезде Ерзенка, провинции Карин, Западной Армении. В 1912 году окончил Центральную гимназию Ерзенки. В 1918-19 годах учился в школе Нерсисян в Тифлисе. В 1913 году отправился в Европу для продолжения учебы, однако во время Первой мировой войны вернулся в Армению. Отправился на фронт, воевал в отряде Андроника. В 1918 году был ранен, перевезен в Тифлис. В 1919-20 годах в Константинополе состоялся суд над младотурками. Главным организатором депортации геноцида армян, в том числе министра внутренних дел Талат Паша, заочно приговорив к смерти. Решив отомстить Талату, Телерян искал его в различных странах и, наконец, нашел его в Берлине. Утром 15 марта 1921 года Телерян выстрелом в голову убил Талата и сдался полиции. В ходе судебного процесса, объяснив мотив поступка, разоблачив преступную антиармянскую политику младотурок. Немецкий общественный и духовный деятель Иоганнес Лепсиус в качестве свидетеля разоблачил младотурков и их главарей. Судебный процесс превратился в суд над Талатой и других организатором геноцида армян. Под давлением общественности Европы Берлинский суд оправдал 25-летнего Соломона и освободил его прямо из зала суда. Немецкая пресса потребовала возбудить суд против посла Германии в Турции Ганса Вангенмейса за его преступное молчание во время резни армян. Спустя время после освобождения Телерян отправился в Югославию, в Белград, затем в США, в Сан-Франциску. Под эгидой синематеки Франции в рамках 10-го международного юбилейного фестиваля восстановленных и архивных фильмов «Вся память мира» состоялась ретроспективная программа «Амубек Зазарян. Пионер армянского кино». В рамках проекта состоялись международные премьеры восстановленных версий фильмов «Дом на вулкане. Страна на Эрик. Дочь». Этим показом сортовала программа государственных мероприятий, посвященных столетию армянского кино, которая осуществляется при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. На выставке присутствовал посол Армении во Франции Асмик Толманджан. В своем выступлении посол выразил благодарность за внимание и высокую оценку, проявленную к армянскому киноискусству. В программе фестиваля в этом году были представлены 85 фильмов «Великых метров» мирового кинематографа. Отметим, что Армения впервые принимает участие в этом престижном фестивале. Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение. «Великых метров» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!